Сейчас надо поступить с Крымом. Плохая новость, что, наверное, Путин, конечно, там будет что-то делать. Хорошая новость, что вы уже знаете, что он будет делать, потому что он все пробовал у нас в Южной Осетии и в Абхазии. Он выдает паспорта, он захочет делать провокации, он захочет использовать свой флот для того, чтобы перекрыть перешей, которые соединяют Крым со стороны Украины, и установить там коридор. И дальше, насколько я понимаю, они хотят пробраться, то есть держать коридор Абхазии, потом через Краснодар, Крым, потом Одесса Николаев, и потом через Молдову на Приднестровье. Это их безумные планы. Они считают, что они не удерживают остальное постсоветское пространство. И он считает, что, может быть, ему он скажет, что россиянам рады, но я потерял Украину, но я уилив в территории России. Я думаю, что это сумасшедшие планы. Но просто нужно понимать, что у них безвыходная ситуация. Поэтому сейчас очень важно поработать с крыльской общественностью. Я думаю, что то, что произошло и в Харькове, и в Луганске, и в Донецке, очень хорошо видно было, что люди, допустим, на востоке Украины, они хотят жить в едином Украине. Я уверен, что если хорошо объяснить многим людям Крыму, что им ничего не угрожает, что вся эта роскость и пропаганда российская просто предсилы кобылы, я думаю, что они поймут. Просто надо сейчас быстро формировать правительство, этим вопросом заняться.